Капсула времени, которую потеряли послание, предназначенное для будущих поколений, было заложено в далеком 1984 году, во время празднования 25-летия города Мирный. Должны были вскрыть в 2009-м. Закопали капсулу в торжественной обстановке, а когда наступил момент ее вскрытия, никто не смог вспомнить, где она заложена. И вот спустя более 30 лет нашим коллегам из Мирного удалось установить местонахождение заветной капсулы. Мирненцы отметили 25-летие города. У обелиска состоялся митинг, на котором было зачитано письмо 21-й век жителям Мирного. Кадры из архива стали ключевыми для поиска местонахождения капсулы времени. Предположительно, она находилась в городском парке возле обелиска первопроходцам. В первую очередь мы обратились к главному архитектору Мирного Светлане Сафоновой. Детально изучили каждый миллиметр памятника первопроходцам. В архивах городской архитектуры нашли запись, сделанную в 1985 году, где говорится о том, что послание было заложено в нише у подножия обелиска. Сохранилась нечеткая фотография таблички, которая висела на месте нахождения капсулы. В ней написано «Мирненцам к 50-летию города». Заложено 14 июля 1984 года. Вскрыть в 2009 году. К сожалению, надпись давно была сорвана. На фото видно, что табличка прикреплена на штукатуренной поверхности. Это подтолкнуло к идее, что капсула, возможно, замурована в самом обелиске. В Краеведческом музее хранится ключ якобы от той самой капсулы. Долгое время он находился в фонде городской архитектуры. Мы нашли Александра Шестакова, который в 80-х был зав. отделом Мирненского горисполкома. В 1985 году комсомольцы из горкома комсомола в лице Стрельникова Андрея Фезоровича попросили оказать помощь в хранении ключа от капсулы, в котором было отправлено послание потомкам и вскрыть через 25 лет. Послание в будущее написали комсомольцы. В торжественной обстановке был зачитан текст и запаян в капсулу. Затем его опустили в нишу и забетонировали. Об этом было опубликовано в местной газете «Мирненский рабочий». От 18 июля 1984 года на четвертой странице коллективный репортаж «Мирному-25» и тут написано «Почетное право закладки письма предоставляется Тамиловой второму секретарю горкома комсомола Румянцеву. Письмо потомкам с пометкой «Вскрыть» в 2009 году опущено в землю у основания обелиска». Мы смогли найти Андрея Румянцева. В то время он был вторым секретарем горкома комсомола. К сожалению, Андрей Васильевич не помнит точное местонахождение капсулы. Эту капсулу мы по нашей просьбе изготовили комитет комсомола «Родинка Мирный» в ССУ. Насколько я помню, капсула была где-то высотой 50 сантиметров, а в диаметре 89 миллиметров. Оставалась еще одна участница закладки письма Раиса Тамилова. Сейчас она проживает в городе Москве. Чуть поближе к стыле было такое отверстие специально из бетона сделано. Если сойти сверху, с лестницы оттуда, с трибуны, с этой обелиска, приблизительно на метр и от самого обелиска. Под этим неприметным кругляшком была заложена и забетонирована капсула времени. Ее должны были извлечь спустя 25 лет в 2009 году. Однако прошло уже 33 года. Возможно, этим летом во время юбилейных мероприятий наконец-то зачитают послание из прошлого. Ивана Филиппова, Артур Голиков, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...